Добрый день, Мария Владимировна. У меня сегодня три вопроса. Первый вопрос касается, мы видели, что гуманитарный груз из России доехал в Арцах, но видели, что несколько дней, несмотря на заранее достигнутую договоренность, он не мог доехать. С чем были связаны это, какие при полной ставил или новые условия азербайджанская сторона и в целом можно ли ожидать после этого открытия опять нормальной деятельности Лачинского коридора? Я могу вам сказать, что действительно груз был доставлен, но мы видели не только то, что были объективные и разные трудности с его доставкой, мы видели и то, как ряд нечистоплодных, я не скажу журналистов, но информационщиков посчитал для себя возможным каким-то образом обесценить и этот российский вклад. Я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Я думаю, вы тоже видели эти абсолютно недостойные, находящиеся за гранью просто человеческой этики и морали материалы. Напомню, это был масштабный гуманитарный груз, и напомню, что его доставили военнослужащие российского миротворческого контингента, обеспечили безопасную доставку, выдачу гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Это фура с гуманитарным грузом общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», которая прибыла в зону ответственности миротворцев. Были согласованы все вопросы между двумя сторонами, была осуществлена проверка документов. Гуманитарный конвой в сопровождении техники российского миротворческого контингента прибыл в Степанакерт. И по поводу заявлений тех, кто пытался обесценить российскую гуманитарную помощь, так вот он составляет, я имею в виду этот груз, составляет 15 тонн. Это в первую очередь продукты, но также это и вещи, и гигиенические, и детские наборы и так далее. Поэтому стыдно должно быть тем, кто вот так решил, я не знаю, отреагировать на искренний и, на мой взгляд, крайне своевременный, не просто жест или ход российской стороны, а настоящую протянутую руку помощи народу региона. Да, я хотела бы сказать еще всем тем, кто позволил себе уничижительно описывать российскую гуманитарную помощь. Возможно, вы не знаете, но стоит узнать, что эти самые предметы груза, этот самый груз, его состав был согласован с представителями Нагорного Карабаха. Там ровно то, что необходимо было людям, о чем они сами говорили. Вот, кстати, призываю, в том числе и армянскую общественность, проанализировать те материалы, которые были опубликованы, в том числе и в армянских ресурсах, и посмотреть, кто что писал, и услышать то, что мы говорим. Все, что находилось в рамках этого груза, было согласовано с жителями региона, к которому он предназначался. При посредничестве российских миротворцев представители Российского Красного Креста раздали доставленную помощь многодетным, тем, кто крайне нуждался. Это и малоимущие люди. Я не знаю, есть ли это такой термин там, но это так, как мы квалифицируем те люди, у которых крайне небольшой достаток. Ну и все, кто нуждался в этом, получили эту помощь. Я хочу сказать, если у кого-то появится желание еще поглумиться и сказать, что это какой-то там такой, знаете, ход, так сказать, коварной России и так далее. Я хочу обратить внимание, что мы вообще подобные шаги предпринимаем не просто регулярно, а на постоянной основе. И вы помните, как много лет мы поддерживали жителей Донбасса, за которых тогда еще Киев, говоря о том, что это их жители, их регионы и так далее. А на самом деле гуманитарную помощь, включая, и я это перечисляла буквально каждую неделю, и про тоннаж, и про формы доставки, и про номенклатуру этого груза. Туда входили и продукты питания, и медикаменты, и средства отопления в таких мобильных форматах, и учебники, и все, что необходимо детям для обучения, для начала учебного года. Мы всем этим занимаемся регулярно. Это, кстати говоря, тоже не... Новые условия были у Азербайджана, из-за чего груз задержался на несколько дней, не пропускали. И откроется ли, наконец, после этого Лачинский коридор? У меня нет информации о неких новых условиях. Возможно, эксперты скажут, о чем идет речь. У меня такой информации нет. Но я возьму этот вопрос в поработку и постараюсь уточнить. Второй вопрос. На днях в беседе с журналистами заявил, комментируя армяно-американские учения, военные, что в России не видят ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье. Вот в этой связи хочется узнать, а как Россия относится к проникновению в Закавказье другой агрессивной страны НАТО, Турции, ее регулярным, очень крупным, в отличие от нынешних, учениям с Азербайджаном военным, а фактически интеграция вооруженных сил Азербайджана в турецкую армию. Это и десятки миллионов военной помощи говорят на Азербайджану. Вот это не представляет угрозу, не видят в этом опасности. Скажите, пожалуйста, а вы же каждый раз ходите на брифинг, и я этому очень рада. Вы же слышали мое заявление и на этот счет. Вы зачем сейчас к этой теме возвращаетесь, как будто мы ее не комментировали? Это что, вы не знаете нашу позицию? Вы знаете... Развучало про Армению, хотелось узнать, что с другой стороны... А, все, для баланса. То есть для баланса. То есть вы считаете, что интересует не факт, а баланс? Я просто как армянину очень интересный. А, как армянину? Я думала, что как журналисту. Вы все-таки знаете, здесь друг друга по национальностям не делим. Простите меня, конечно. И я выступаю как официальный представитель Министерства иностранных дел. Я не говорю о своей национальности, комментируя международную повестку. Если меня об этом спрашивают или спрашивают в этом контексте, я могу сказать, подчеркнув личное качество своего ответа. Я даже себе не представляю, если мы начнем задавать вопросы, исходя из национальной принадлежности друг к другу. Представляете, чем это закончится? Зачем же вы это делаете? Я должен озвучивать те мысли, которые волнуют армянское общество. Армянское общество получает ответы на ваши вопросы от меня регулярно. И как раз на те, которые вы задавали, мы давали комментарии в тот момент, когда имели место эти события. Разве вы не знаете принципиальный подход России о том, что никакое внешнее воздействие или участие не должно происходить вопреки или в угрозу, или во вред существующим договоренностям, без согласия сторон. Или если есть хотя бы малейшая перспектива того, что это нарушит хрупкий баланс согласованной, баланс сил, достигнутой путем и дипломатической работы, и работы посредников и миротворцев. Неужели вы не знаете и не слышали нашу позицию? Я не могу в это поверить. Вы ее прекрасно знаете. Но вы же сейчас, в принципе, все сказали. Почему и как вы задаете эти вопросы? Этот вопрос хочется узнать. Ну ладно, я третий вопрос задам, Мария Владимировна. Сергей Лавров так же завел союзнические отношения, обязательства. Подождите. Вы считаете, что я на него не ответила? Я могу... Если вы считаете, что напомнив вам о том, что я это уже комментировала, я не ответила, давайте я еще специально для вас повторю, если вы не помните мои предыдущие комментарии. Если у вас, допустим, нет возможности их посмотреть, я вам расскажу еще раз, что мы доводим все наши озабоченности по проблемным вопросам до той стороны, которой у нас соответствующие есть вопросы. В частности, вы сейчас говорили про Турцию, мы напрямую с ними обсуждаем эти вопросы. Теперь по поводу армяно-американских учений. Вы знаете, нужно вообще-то помнить и принимать во внимание враждебную линию Вашингтона по отношению к нашей стране. Это фактор. Вашингтон не просто в теории говорит о том, что у него есть желание найти стратегическое поражение России, а реализует это на практике. Это раз. Поставляет вооружения, из которых убивают наших граждан. Это очень важно. Скажите, а коль скоро вы перешли на национальности, А вы понимаете, что на территории нашей страны, в наших городах, и в том числе в том месте, где применяют эти американские вооружения, живут в том числе и армяне? Вы знаете это? А вы задаете вопрос, что люди, с которыми вы ассоциируете, говорите о вашей общности, это ваши слова, я хотел бы еще раз подчеркнуть, находятся в зоне, которая страдает от поставок американских вооружений. Когда вы этот вопрос будете задавать? Или это что, неправда? Это правда. Но почему-то так вы вопрос не ставите. И почему-то... Мы этот вопрос задаем, но... Вы подождите, я отвечаю на ваш вопрос. Но там есть и турецкое оружие, и даже азербайджанское. Есть и турецкое оружие, и даже азербайджанское. А вы понимаете, в чем дело? Вот нас волнует любое оружие, которое поставляется в зону конфликта, потому что это ведет к эскалации конфликта. Мы в данном случае не делим по национальности, чье это оружие. Французское, турецкое, американское, британское или какой-либо еще страны. Мы говорим о недопустимости поставок туда любых видов вооружений. Но коль скоро вы, а не я, начинаете делить по национальностям, я задаю вам вопрос. А вы понимаете, что под ударом этого оружия находятся люди той национальности, о которой вы проявляете заботу? Вы это понимаете? Это мой вопрос вам. Я это понимаю, но я хотел озвучить, что я все-таки представитель армянского СМИ. И я задаю вопросы, которые интересуют граждан и жителей. Но вы же так формулируете вопрос через национальный фактор, и я вам говорю об этом. Я попытался объяснить, почему я именно этот вопрос задал. Так я вам задаю тоже вопрос, почему вас не интересует, почему вы мне ни разу, или не мне, а кому-либо еще не задали этот вопрос, так как я его сейчас сформулировала. Вам что, этих людей не жалко, или вы внутри национальности еще, у вас есть какие-то подгруппы более достойных, менее достойных? Нет, у меня нету такого деления. Нету, но тогда помните, что из поставляемых в регион американских... Я просто вопрос задаю, почему... Еще раз говорю, помните тогда о том... ...помните, пожалуйста, о том, что из оружия, которое поставляет американская сторона, в том числе, кстати говоря, Франция поставляет, которые как бы на словах очень заботятся об Армении и об армянском народе, убивают людей всех национальностей, всех, без... Кассетные боеприпасы, мины, снаряды с обедненным ураном не имеют индикатора национальности, они убивают всех. Или я не права? Мария Владимировна, опять говорю, я против поставок, но даже в вопросе поставок я видел случаи, когда тоже американское оружие говорится, турецкое не говорится, или даже азербайджанское оружие. Российские военкоры очень много давали про азербайджанское оружие, которое Киев применяет против российских солдат, в результате которого российские солдаты погибают. Но почему-то на это реакции нет. Вопрос был об этом. Как-то нету. Можно я третьего вопроса задам? Нет, подождите, подождите, вы заявляете тезис, который противоречит истине, как это нету? Когда мы говорили о том, что нас не беспокоят поставки вооружений в зону конфликта? Или мы каким-то образом разделяем правильные поставки вооружений от неправильных по национальному принципу? Это когда такое мы говорили? Это вы сейчас придумали. На вашей совести это будет. Третий вопрос. Сергей Лавров также заявил о союзных обязательствах между Арменией и Россией. В этой связи хочется понять, на фоне концентрации азербайджаном в войске техники на границах Армении и Отцах. Если будет, не дай бог, какая-то новая агрессия, мы год назад уже помним, что было, будет ли оказана Армении военная помощь в защите границ? Я почему спрашиваю? Потому что единственная страна, которая даже не имеет союзных обязательств с Арменией, это Иран. Только Иран пока что заявил о том, что не допустит изменения границ в регионе, именно границы Армении. Вот хочется понять, на фоне этого кризиса в армяно-российских отношениях и всего, что будет в случае, не дай бог, агрессии Азербайджана против Армении? Для того, чтобы этого не было, для этого находятся в зоне конфликта, а я бы все-таки предпочитала слово в зоне урегулирования российские миротворцы. И именно для этого Россия выполняет свою посредническую роль, призывая все стороны выполнять то, под чем подписались.